Я почему это говорю, что вот понимая эти типы психики, речь идет, в частности, мы поднимали проблему соотношения иудаизма и саентологической церкви, то есть это глобальная мафия, она предусматривает сейчас уничтожение еврейства, в том числе и с глобальной обрезанием, то есть холокост, воспитание у людей ненависти и замена их на адептов саентологической церкви. Это глобальная технология на мировом уровне, причем вот этих центров саентологических по нашей стране полным-полно, то есть они наползают, идут, готовят этих людей. Вот, значит, эта проблема рассмотрена очень подробно в концепции общественной безопасности, в частности, книга так и называется «Приди на помощь моему неверию». Вот это критика дианетики Рональда Хаббарда и его учения о типах психики. А то, что касается типов психики, эта работа, она называется первоначальное название «От матриархата к человечности», а второе название, более точное, «От человекообразия к человечности». Там в том числе и соотношение полов рассматривается мужчина и женщина, потому что, оказывается, психологически через инстинкты мужчина подчинен женщине. И то, что вот у нас вроде бы патриархат, и вроде бы мы избираем, вот тоже пример просто обыкновенной, без понимания вот этого, многие даже не задумываются. Вот мы выбираем президентов, там что-то, голосуем, выбираем, там он что-то говорит, но оказывается, мы выбираем не его, а его жену. Почему? Потому что, в частности, вот Михаил Сергеевич Горбачев, это полностью был подкаблучник у своей Раисы Максимовны. Значит, что левая пятка Раисы Максимовны хотела, то Михаил Сергеевич озвучивал. А Раиса Максимовна была замкнута через определенные структуры на вот этой мировой закулисье. Вот и вся сказка. То же самое, ну, например, вот осуждают Сталина за то, что он посадил жену Молотова, вы знаете, жемчужину. Вот. А ведь там как дело было? Шло заседание Политбюро тогда, и речь шла о государственных вопросах, серьезных. Кроме членов Политбюро, никто вообще, говоря, не знал, о чем идет речь. Только там. И вдруг разведка Сталину докладывает, что вот из-за рубежа, что тема разговора известна, значит, в определенных кругах там, значит, на Западе. Он собрал всех членов Политбюро и говорит, так, кто сказал? Были вот только здесь, все сидели. Кто сказал? Ну, все молчат. Он говорит, расстреляю всех. Всех расстреляю. И Молотов был вынужден признаться, что он в постели, значит, рассказал жене вот эту штуку. Ну, что? А она была замкнута, так сказать, вот через еврейскую эту вся систему, значит, туда. Ну, она была посажена, значит, вы знаете куда, а это предоставляет Сталин, демон, там, еще чего-то, то есть, нехороший человек, понимаете? А это же, причем, Молотов он, вы знаете, не тронул. Вот, поэтому знание этого позволяет осознанно относиться к окружающей действительности. А не понимая этого, мы, кажется, вот кто там управляет и так далее. То есть, эти вещи все надо знать. Так, дальше, вот после всего этого возник вопрос, а как, каковы методы, способы управления?